Уже в 10.00 на площадке перед вторым корпусом технического университета можно было отметить оживление. Бдительные абитуриенты поспешили попасть на свой пункт сдачи пораньше. Момент волнительный, причем как для самих юношей и девушек, так и для их близких. Уже наконец-таки можно написать еще четвертый, для того, чтобы перестраховаться. Но на данный момент я планирую лучше сдать белорусский язык, чтобы поступить в наш Брестский государственный университет. И будем надеяться, что мы все сдадим, потому что, ну не знаю, на данный момент высшее образование считается самым престижным. Очень переживаем, да. Что переживаете больше? Хотим, чтобы поступила. Чтобы сдала удачно. Да, все хорошо. Написала там, что ответила. В школе старалась, пускай и здесь старается. В этом году на первом централизованном тестировании наблюдалось большее оживление, чем в прошлые годы. Во многом это объясняется тем, что в 2018 абитуриенты имеют право сдавать 4 экзамена. И уже из них выбирать наиболее приемлемые результаты. Но не только это нововведение года нынешнего. За заветный студенческий билет будут бороться не только выпускники 2018-го, но и те, кто проходил тестирование годом ранее. Их сертификаты действительны. Сертификат действует 2 года. Соответственно, это, скажем, нововведение – это то, что, в общем-то, 3 резервных дня. Вот, соответственно, опять же, напомню, может быть, резервный день, он проводится в Минске, в БГУ. Не в Бресте, не в Пинске, не в Барановичах. То есть регистрация в Бресте, а уже едут сдавать резервный день, соответственно, уже в Минск. Несколько пропускных режимов, все вещи остаются в специальных камерах хранения. С собой только черные гелевые ручки, пропуск и паспорт. К сожалению, первый день показал, что не все ознакомились с правилами проведения экзамена. Пришедшие без документа удостоверяющего личность были лишены возможности сдавать ЦТ. И таковые уже были. Есть случаи, когда без паспорта люди являются. И, соответственно, были отмечены случаи, когда на визу сдали паспорт. И, к сожалению, мы их не можем пропустить, потому что паспорт, вид на жительство, заставление беженца – это три документа, которые, согласно указу президента, дают возможность человеку пройти централизованное тестирование. Каждый пункт проведения тестирования предварительно прошел полную проверку. Во время испытаний на объектах дежурят медики, правоохранители, спасатели. Вся процедура проведения экзамена находится под наблюдением специальной комиссии, в составе которой представители Комитета государственного контроля. Они будут осуществлять контроль не только, скажем, как организуют и как работают организаторы, ответственные организаторы в каждой аудитории, но и как соблюдают правила при прохождении централизованного тестирования абитуриенты. В случае возникновения конфликтных или спорных ситуаций, граждане могут обратиться в Комитет государственного контроля. Номера телефонов размещены на всех информационных стендах. Особенно это касается тех, кто по различным причинам будет проходить централизованное тестирование в резервный день. Сертификаты с результатами будут выдавать уже с 10 июля.